бмв, когда-то она с космоса спустилась и вот я сейчас только попытался в течение пяти минут настроиться вообще для поездки, что надо делать это непонятно, кнопки разные все их очень много, во, драйв включили, ну и поехали, поехали, поехали на бмв 745 в свое время, когда эта машина просто появилась на свет, сразу стало понятно, что мы начали дружить вообще с другой вселенной, с другим измерением, потому что, ну, те семерки, понятно, да, классика была это как вот тут-то сверху прилетело, сверху прилетело и, скажем так, вот у людей сразу очень много вопросов возникло, вот, что это такое, с чем вы едят, система iDrive, вот, почему-то нет привычного переключения, все электронное, вот, да, машина, которая вызывает, ну, явно, задумчивость мою, потому что, ну, скажем так, водитель должен ехать, а не думать о том, как общаться с автомобилем, ну, это все, конечно, лирика, правды ради, скажем, Максим просил не нажимать накидать газом, и не буду этого делать, потому что 350 практически лошадиных сил, это то, что доктор прописал для тех, кто умеет ездить, теперь можно было, конечно, поиграть в этих разрушитель легенд, а, кстати, я и поиграл недавно, поехал на 6-литровом двигателе с Екатеринбурга до Магнитогорска, ну, спокойно так нехал, вот так, не напрягаясь, так, вот, ну, из контроля поставил, полетел, все, 90-х, вот, и где-то в Екатеринбурге меня обогнали, значит, 2-12-ки, потом мы с ними встретились в Магнитогорске уже, на Буранке меня обогнали, быстро, видать, летели, понимаешь, как бы, ну, в туалет часто надо было, раз быстро летишь, а я вот так спокойненько подъезжаю к Тигуну, смотрю, там машин 50, собралось, нажал на федаль газа, и все, ровно 15 секунд, и Тигуна нету, вот, сколько бензина я съел, съела бензина ровно 70 литров, не смотрите, у меня тут небольшими глазами, и у меня просто нет такой возможности в течение пяти часов вам эфирить, так бы показал живую, вот, да, про эту машину, такая машина всегда, сегодня и сейчас стоила не кислых денег, естественно, почему нет, потому что, ну, она в Германии стоит 120 тысяч евро, новая машина такого уровня, кстати, все-таки мне жаль, вот, они так резво спрыгнули с этого дизайна, вот, новая машина стоит 4,5 миллиона, ну, почти 5, все там курса евро и растаможки, эта машина, где мы ее взяли, вот, теперь есть большое преимущество у нас, я начал архивировать все свои кино, и это кино вы тоже сможете увидеть, просто любой поисковик вбивайте, фамилия Челейкин достаточно редкая, Чхелейкин, она пишется по-английски, тыкает, и там будет видео, смотрите, наслаждайтесь, ну, так вот, я, к чему это все, за 10 лет работы, кстати, 10-й год, автостоп удается идет, мы нос утерли всем автомобильным передачам, почему, потому что они как-то отстебаются, да, мы больше вам показываем, ну, и как бы, ну, попытаемся вместе чему-то научиться в этой жизни, если получается, вот, сюжетов я туда уже слил 350, сколько машин, я и не помню, они как-то слились у меня, но вот такие машины, они остаются в памяти, естественно, такую машину сейчас реально купить, я это не 4,5 миллиона, это цена всего лишь растаможки двигателя в 4,5 литра, двигатель в 4,5 литра вы можете привести, естественно, не проблема, только на растаможку вы отдадите примерно 900 тысяч рублей, эта машина стоит 930 тысяч рублей, имеет комбинатовскую историю, эксплуатировалась только по нашим великолепным робцам, в смысле, дорогам южного Валстабанова еще раз сниму в Шаповку, очень сильно люблю Алексея Гущина и вообще Хилипчарашникова, потому что, ну, если есть город-идеал по дорогам, то это только Магнитогорск, соответственно, родной пробег, причем, как бы так скажу, что это реальный пробег, 8 лет машина эксплуатировалась, ну, последние 2 года вообще не эксплуатировалась, и где-то погода накатывала, ну, примерно 30 тысяч, в общем, ну, как бы не эксплуатировался активно агрегат, то есть, ну, можно спокойно за 930 ездить на автомобиле, теперь, если вам кто-то чего-то скажет, типа, не посеньте шапкой, я скажу, ну, ребят, появилась такая возможность, да, ездить на отличных машинах, и на ЦГА есть такие машины, вот эта машина, кстати, вот ЦГА, вот, сейчас потом еще телефончик дам, я расскажу, что есть такое коммерческое предложение, представляете, Mercedes 600-ый, представляете, к нему Nissan Skyline на всех пирогах, отличный Lincoln Continental, и всего-то удовольствие, миллион 200, вот, ну, это, конечно, при условии покупки всех автомобилей сразу, но если нет, то вот, ну, просто, еще чего-нибудь, Макс, терпи, ура! Что? Ям-ям-ям-ям, очень хочу прям вам, потом как-нибудь. Машина не спортивная, но садиться у нее все равно одно удовольствие. Ох, можно подвинуть сидение и спокойно усесться. Такой комфортабельный кожаный диван. Правда, я чуть переборщил, честно говоря, так, что придется двигаться. Ага. Что такое? О, где? Нас просили отдельно во всех сюжетах пристегивать замену безопасности. Ага. Это вот так вот, да? Вот. Так. Ну и вот теперь самые первые проблемы, которые начинаются, когда вы садитесь в BMW 7 серии. Такой новый, такой навороченный. В сравнении с той семеркой, простой, хороший, славный семеркой. Вот что это такое? Без бутылки, я бы сказал, без ящика не разобраться. Ну ладно, попробуем разобраться. Жмем на тормоз. Ага. Так. Нет. Так. Ага. Как с паркинга-то снимать? Называется, подлезь разберись. Нет, я разберусь, конечно. Так. Нет. Назад. А, о, драйв. Разобрались. Ушло, наверное, секунды 50. Ну что ж, попробуем в действии этот аппарат. Поехали. Мама. Так. Да. Я тоже согласен с Алексеем. Нельзя, чтобы машина сделала все за вас. Хотя, почему бы и нет. С другой стороны, вот, уже начав движение, достаточно приятно себя чувствуешь. Еще делать не надо. Даже нога сдавить не надо. Сама едет. Самоходный автомобиль. Самобеглая коляска. Да. Плавный схода, ну, об этом даже речи быть не может. Хотя BMW, по сути, спортивная машина. И на тебе плавно идет. А вы, ну, вы увидите эту резину на этих дисках. Все равно плавно. Вообще, конечно, BMW, когда вот это вот выпустило, вот это вот, космический корабль, я бы сказал. Ну, все немножко, конечно, удивились. Потому что, ну, непривычный, мягко говоря, облик этого автомобиля разделил ровно пополам аудиторию. Все они говорили, ой, страшилище. Другие говорили, да что вы, ну, классная новая машина, что вы пристали? Она стала больше, она стала шире, она стала просто объемнее. Потом постепенно все привыкли. И, в принципе, всем стало нравиться. Ну, и тут, как всегда, BMW учудила. Вернулась ближе к той классике. Но вот эта машина, по прошествии, ну, если она 2002 года, по прошествии 8 лет, нам стала нравиться только больше. Во-первых, конечно, из-за цены, потому что сейчас реально ее купить. И хотя все говорят, что сейчас, во время и после кризиса, нужно покупать автомобиль, который бы стал не просто роскошью, а инструментом. Так вот это вот, действительно инструмент. Причем для зарабатывания денег, для зарабатывания больших денег. Потому что в России тон дороже всего, дороже любых денег. Что доказано на примере Алексея, который, ну, в свое время приобрел 600-й. Тот самый 600-й. Слушай, пора разворачиваться. Сейчас посмотрим, как это делает BMW. 7-й серии. Большая машина. Далеко за 5 метров длиной. Вот мы берем, смотрим вверх лазадьего вида, поворачиваем руль, невесомый руль. Вообще, можно пальчиком крутить, и спокойно разворачиваемся. На достаточно узкой дороге. Нет, я так издеваться над тобой не буду. Ну, хорошо. Пробуем закрыть окошко и разогнаться. Я не буду останавливаться. Я сходу пойду. Сходу пойду. Ну, ладно, хорошо, даже останавливаюсь. Вообще, вот, пожалел бы ты вот тех, которые едут навстречу, потому что облику машины суровой, свирепой, еще на такой скорости. Полетели. Ларила, ларила. Ой, не сдуло там тебя, нет? Встречная. Тум-туридум-туридум. Вот не прошло и нескольких секунд, а мы уже 140 едем. Ой, в смысле 160. Ой, какая красота! Как идет! Вы меня слышите вообще, да? Наверное, слышите. А мы едем 180 километров в час. Вот такая шумоизоляция. В семерке БМВ. Ну, ладно, хватит баловаться. Простите нас, господа, контролирующие органы. Всячески. Ну, надо было показать, что это за аппарат. И вот сейчас, видите ли, мое лицо. Довольное. Нет, надо ехать. На ней надо ехать, я считаю, вот так вот. Ну, 70 километров в час. И наслаждаться. А тем, кто хочет наслаждаться, не просто наслаждаться, смотря там фильм наш или где-нибудь в Ютьюбе его найдя, а хочет наслаждаться по-настоящему, напоминаем про цену. Цена этого автомобиля 930 тысяч рублей. Это не шутка. Это на самом деле так. Вот все-таки сейчас, к сожалению, автопром пошел по пути вот этих вот, как это называется, шасси, да? Не шасси, а платформа. На одну платформу одеваются разные кузовы. Почему-то они все настолько похожи. Все это стойки. И вот исключение, вот эта вот машинка. Потому что вот даже, ну, это сродни анекдоту, но это на самом деле так. Моя супруга, впервые увидев один замечательный английско-немецкий аппарат, сказал, ну, неплохо Волгу, приодели и так упаковали. Я говорю, а почему ты решил, что это Волга? Ну, смотри, говорит, буква В в середине, а по бокам крылышки. Помнили, что это за марками? Все на самом деле это Бентли. Континенталь же типа. Ну, Бентли с Волгой я, конечно, не спутаю, но вот те же самые Ситроены, те же самые, да даже, наверное, новые BMW, они уже все-таки по пути такого слегка одинакового дизайна пошли. А вот этот космос, ну, как был космосом, так и останется. И обладание таким автомобилем, да, может кто-то скажет, что это очень дорого, но на самом деле тут вопрос в том, как вы его будете эксплуатировать. Будете эксплуатировать осторожно, он вам принесет еще немало радости, и при этом, ну, из кармана денег немного потянет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова